так всем привет всем еще раз добрый вечер по слышимости по видимости как у нас по картинке надеюсь интернет сегодня не будет шалить мы посмотрим так вы со мной только здоровайтесь здоровайтесь вижу да вижу пальчик вверх хорошо давайте немножко и общаться со мной иначе не буду понимать что что у меня тут происходит приготовила для вас интересные дизайны аквакапли как только вышли вообще на рынок я их полюбила безумно потому что увидела в них огромное количество возможностей вот это вот покапывание на какую-то основу у меня не совсем удовлетворила поэтому стала разные вариации пробовать ну и посмотрела что очень много чего можно с ними делать от абстракции до флористики ну буквально все практически если у вас нет акварели то мне аквакапли могут заменить и акварельку конечно акварельные краски это совершенно другой пилотаж но вдруг да нету под руками тем не менее как раз таки они пригодятся и неважно весна лето осень зима ими можно делать все возможные дизайны капли вне сезона это то что будет постоянно модно востребовано потому что только в ваших руках и в вашей фантазии как эти капельки подать так пока мы ждем мастеров гостей давайте вы мне расскажите у кого что не получалось я в посте писала готовьте ваши вопросики так эфир будет сохраняться я буду стараться конечно же его сохранить мне вообще ничего не стоит это сделать но как поступит с нами инстаграм без понятия потому что так вот было что на прошлой неделе два эфира просто не захотел он нам сохранить поэтому от меня ничего не зависит вот такая вот ситуация так ну что рассказывайте по капелькам есть вопросы получилось не получилось если получилось это круто если не получалось очень хочется услышать почему не получалось нет не почему не получилось что не получалось и будем разбираться почему не получалось не высыхают Смотрите, какая ситуация. Капли, они на спиртовой основе, поэтому невозможно, чтобы капельки не высохли. Единственное, что им может дать не высыхать, это большое количество. Если вы будете ставить много капелек в большом объеме, соответственно, сразу не высохнет. И будет липкой пленкой лежать на ногте, либо на типсе, смотря что делаете. Попробуйте контролировать эти капельки, это количество, чтобы их не было в избытке. Все, что мы ставим в избытке, не имеет значения. Либо это цветное гейлаковое покрытие, либо это база, либо это акрил неправильно, пудра неправильно набрана на мономер. Все, что идет в избытке, это все неправильно. Поэтому у нас получаются те результаты, которые мы видеть не хотим. Ну и выход. Выход, выход это просто контролировать количество капелек. Привет, Одесса! Привет! Должны были с вами увидеться в Одессе в апреле, но пока откладывается. Будем встречаться в интернете. Так. У меня есть для вас и новенькие дизайны. Есть у меня дизайны и те, которые я уже делала. Сейчас повытаскиваю, покажу. Чтобы они у меня не валялись без дела, надо их показывать. Вот, кстати, можно посмотреть, как они себя ведут. Эти капли. Кстати, я выкладывала капельки на подоконник, чтобы проверять, как они себя ведут на солнышке. Чем перекрывать? Сейчас тоже объясню, чем перекрывать. Все расскажу. Так, ну, немножко вытащила остальное. Так, откладываю. Так, чем перекрывать? Капли перекрывать нужно топом. Если это лето, желательно с UV фильтрами, потому что ультрафиолетовые фильтры защищают, в принципе, от выгорания. Есть Protect Top в PNB и есть еще Top Extra Pro. Он тоже, кстати, хорошо защищает капельки. И можно тоненьким слоем его нанести, а сверху можно, допустим, Express Top. Либо Nano Top. Что хотите. Так, ну что, показываю, что мы делаем с этими капельками. Ну, как все уже знаем, да, мрамор это то, что у нас... Так, у меня скотч вылез. Мрамор это то, что у нас, в принципе, давным-давно капельками уже начали делать. Вот, если вы поклонник мраморных дизайнов, то, пожалуйста, капли это ваши. Так, откладываю. Сегодня у нас флористика вообще-то, не мрамор, но тем не менее. Вот такой вот можно делать дизайн. Это не из флористических, но все равно покажу, потому что он прикольно смотрится. Вот это вот капельки, которые нанесены на белый фон. И просто обалденно получается вот это вот растекание. Гель-лаками это сделать, ну, немножко тяжеловато. Можно, но это морока. А когда мы вот такие вот штуки делаем на белом фоне, то это за считанные буквально секунды. И получается достаточно красиво. Вот надо будет сделать либо МК, либо фоточки в ленту. Так, ну, вот такие цветочки. Это из старых дизайнов. Ну, сколько? Скоро год уже будет. Ну, не год, немножко меньше, но почти. И они у меня в норме. Вот стоят. Я, правда, не ставлю их на солнышко выгорать. Они у меня стоят в кабинете. Вожу их с собой в чемодане иногда. Вот. Это из старых. Ну, и сразу же покажу из новых, в такой практически технике. Но очень интересно смотрится. МК, значит, МК будет МК. Вот. Это практически та же техника, но немножечко тут надо подморочиться, чтобы эти лепесточки у нас вышли в таком варианте. Тоже интересно смотрится. И что мне нравится, это то, что каждую прожилочку, в принципе, можно в лепесточках, в принципе, сделать. Нет, не обязательно белый фон, потому что, ну, точно на темном ничего не получится. На светлых получится. Но, если вы будете наносить, вот сейчас специально покажу. Кстати, вот у меня здесь телесный фон. Здесь именно телесный. И видно, что роза немножко как бы приглушеннее выглядит, чем вот те, которые на светленьком. Желательно на светлых оттенках, чтобы была красивая картина в контрасте. Потому что капельки, они потеряются на более темных оттенках. Вот это из новых, кстати. Вот, если будет желание, можно показать. И что хочу тоже сказать по поводу капель. Сейчас буду показывать палитру. Этих цветов в палитре нету. Именно чистых. Но я их создаю путем смешивания. У нас нет коричневых цветов. Это у меня коричневое с таким легким оттенком бордового. Тем не менее, если я смешаю определенные оттенки, то у меня получится вот такой вот цвет. Такого грязного зеленого тоже у нас нету. Это тоже путем смешивания красного, зеленого, черного. Получается такой оттенок листиков. И этого цвета тоже, кстати, нету. Этот цвет смешан троечка с пятеркой. И немножко добавила тоже черного. И получается такой красивый оттенок. Так, вот еще из новых. Сейчас очень... да не сейчас. Маки, в принципе, всю жизнь были у нас в тренде, в моде. На ногтях. В китайской росписи классно делать маки. Но если вы делаете мак аквакаплями, так это вообще просто... Просто очень быстро. И реально еще может даже быстрее, чем акварелька. Потому что в акварельке нужно водичку собирать. А в аквакаплях абсолютно этого не нужно. Потому что засыхает на глазах. Ну, все зависит, конечно, от того, сколько вы наберете. Так, вот еще один мрамор. Более яркий, более насыщенный и интересный. Варьируйте цветовую гамму, как хотите, на ваше усмотрение. Так, что еще не показала-то? Так. Ну, вот это я уже показывала. Нежные такие лилии. Тоже все цвета у нас буквально миксуются. Так. Ну что, давайте поговорим про капли. Какой цвет основа на маках? Вы можете взять 212 PNB и получится такой вот цвет. 212, он очень яркий, красивый. Конфетти называется. Так. Ну и теперь можно говорить о самих капельках. Одну секунду. Так, скажите, музыка не мешает вам? Если мешает, я немножко сделаю тише. Если все нормально, то продолжаем работать. Без музыки как-то скучно, когда она замолкает. Тишина такая. Хотя я иногда люблю и в тишине посидеть. Так, смотрите. Аквакапли. Давайте уберу все лишнее. Аквакапельки у нас могут наноситься на родную базу. Родная база называется Blur Ink. Вот это вот нужно запомнить. Потому что, если вы хотите вот такие вот дизайны, то желательно, чтобы была у вас база Blur Ink для красивого растекания. Можно на матовом топе и размывать либо нейл-препом, либо спиртом. Но все равно эффект красивее получается, когда растекаются капельки именно на базе. Базу нужно наносить тонким слоем. Что еще важно? Ее нужно сушить не полную минуту. 30-40 секунд. Это зависит от того, насколько мощная ваша лампа. Я, допустим, ее не досушиваю до минуты для того, чтобы хорошо растекалась. Потому что, если база пересушится, на ней плохо растекаются капельки. А мне это не всегда нужно. Поэтому 30-40 секунд тонким слоем намазали, 30-40 секунд сполимеризовали в лампе. И можете начинать капать. Если кто-то вообще еще не знает, то с этими каплями не знаком, то хочу сказать, что то, что я озвучивала на начале эфира, большое количество капель не даст вам нормально дополимеризовать эту базу и покрыть топом. Потому что все будет тянуться за кисточкой. Поэтому смотрите, чтобы ваши капли не были в избытке. Что еще по поводу цветовой палитры? У нас есть 7 оттенков. Первый это у нас синенький. Капельки, кстати, довольно-таки концентрированные. И можно их разводить и с ними рисовать. У меня есть разные торговые марки. Чем-то каждая из них отличается. Но вот именно концентрация пенбишных капель мне нравится в плане того, что я могу делать именно роспись. Не каждая капля для росписи будет годиться. Вот синенький цвет. Это 0,1 оттенок. Открывать их, в принципе, смысла нет. Синий и синий. Выкраска их практически тоже невозможна. Это нужно капать на типсы готовые. Так, вторым цветом у нас идет желтенький. Желтый цвет. Вот, внимание. Он такой цвет, который нам помогает добиваться разных оттенков. Это раз. Второе. Это если я хочу, допустим, сейчас я покажу. Если я хочу как-нибудь выделить что-нибудь из общей тональности дизайна, я беру желтенький. У меня сразу же будет красиво все выделяться. Будет все гореть просто. Поэтому желтый я иногда заменяю желтым цветом, иногда заменяю спиртик. Это, конечно, очень грустно, что мы не работаем с клиентами, но мы можем работать дома. Мы можем красить, мы можем рисовать, мы можем творить. Это самое главное. Ну и скоро этот дурдом весь закончится. И все, и в бой. Поэтому набирайте сил. Все будет круто. Главное не вешать нос. Так, это у меня синий и желтенький был. Третий номер. Красивый пинг. Шикарный. Тоже концентрированный, должна открыть. Очень хорошо разводится. Красивый цвет. Вот его можно тут увидеть. Хорошо смотрится. Он практически там в чистом виде. Четвертый, это у нас фиолетовый цвет. Фиолетовенький. Он приятный. Он не темный и не слишком светлый. Такой приятненький цвет. Прежде чем делать, Татьяна, на клиентке, вот я серьезно говорю, я либо на себе, либо на типсах. То, что я не ношу на своих руках, я всегда на типсы ставлю. А потом уже перехожу на клиентов, когда у меня есть возможность работать с клиентами. И всегда тоже советую, что бы вы ни купили, что бы вам ни советовали, всегда проверьте. Ну, самый элементарный способ, это, конечно же, на типсах. Потому что на себе это трудно проверять. Это в плане дизайна. Ну, а если уж какие-то моделирующие системы, либо базы, то, ну, через себя в основном. Ну, девчонки, ногти. Ногти это то же самое, как, ну, я даже не знаю, второе лицо, наверное. Карантин карантином, а они должны быть на месте. Так, пятый цвет у нас. Разводить. Сейчас расскажу, чем разводить. Пятый цвет у нас красненький. Тоже красный, насыщенный, красивый. И как раз вот эти вот маки у меня сделаны именно красным этим цветом. Он не чистый. Здесь у меня немножко домешано черного цвета. Поэтому такой вот у меня и получился не совсем красный. Что-то я еще туда замешала, чтобы немножко коричневый оттеночек был. Вот, ну, люблю миксовать цвета. Вот красненький такой. Конечно, лучше всегда тренироваться заранее. И когда вы уже беретесь за ручки клиентки, вы уже делаете уверенно, со всей ответственностью, со знанием дела, конечно. Так, шестой цвет у нас зеленый. Тоже важный цвет. Он, что могу сказать. Сам он, как цвет таковой, не всегда мне он полезен. Но я люблю его всегда разбавить. Для того, чтобы он у меня был больше природного какого-то цвета. Либо больше даже грязноватого. Я не побоюсь этого слова. Потому что он красивее смотрится, чем вот чистый зеленый. Спасибо большое. После карантина я хоть куда, потому что дома уже засиделась. Это счастье было, конечно, несколько дней дома. А дальше уже чешешь затылок, что уже засиделась. Ну и крутой черный цвет. Он годится и для замесов, и для прорисовок, для мрамора. Ну, очень красивый. Вот хороший такой тоже насыщенный плотный черный цвет. Хорошенький такой. Так, что я еще хочу сказать по поводу того, чем разводить. Смотрите, девчонки, все зависит от того, что мы хотим видеть в итоге. Я проб... О, кстати, вот еще одни не показала. Цветочки. Вот у меня этим пинком сделаны, третьим номером. И как раз-таки вот говорю, грязненький зеленый, насколько он красиво смотрится. Вот если бы я поставила чистый зеленый, он бы мне такой эффект не сделал. А так и вроде и нежно, и красиво. В общем. Так. Чем разводим? Я пробовала разводить ремувером. На семинарах я это показывала, когда надо было делать быстро мрамор. И красиво получалось, и действительно эффект потрясающий, потому что у нас создавалась настоящая как бы фактура мрамора. Дальше. Чем можно разводить? Можно разводить нейл-препом. Вот можно просто брать и играться с нейл-препом, если нужно какие-то элементики выводить. А можно использовать спирт. Я не буду скрывать, потому что я больше люблю работать спиртом, потому что если мне нужно сделать четкий выбеленный мазок, то я возьму именно спирт. Если мне что-то нужно просто подтенить, где-то капельки растянуть, то нейл-преп, конечно, для этих целей подойдет. Так, дальше. Что мне еще нужно вам сказать по аквакаплям? Первое, что я вам сказала на родной базе. Блюр инк. Так, куда-то ее отложила. Да, это первое. Дальше. Можно рисовать. Я это показывала. По-моему, либо на своем эфире у себя на странице, либо здесь на канале PNB. На 001 цвете. Но, что еще хочу сказать. Я пробовала еще на разных торговых марках белого цвета рисовать то, что я рисовала и вам показывала. Ничего не получается. На 001 получается идеально. На вот Snow White. Вот серьезно. Потому что разная плотность, есть разная, так, как бы сказать, не консистенция, а свойства тоже гейлака. Потому что какие-то более бывают пожестче, какие-то более помягче. Вот именно цветники. Сейчас о цветниках. И не на каждом белом будет у вас получаться роспись, которую я показывала. Но на 001, ну, получилось идеально. Вот просто обязательно нужно было вам об этом сказать. Потому что сказали бы, что вру, и ничего не получается. Возьмете какой-то другой белый цвет. Это сейчас я не привязываю вас, берите именно, а предостерегаю. Потому что попробовала, протестировала, ну и не то получилось. А вот на 001 самое то. Так, от кисти я беру кисточки разные. В зависимости от того, что мне нужно рисовать. Если мне нужны мазки, такие, как акварель, то я беру кисточку натуральную. Именно беру вот колоночек. И я ее с гелями не смешиваю, с гейлаками. Она у меня работает сугубо по аквакаплям. Точно так же, как у меня сугубо по акварели и сугубо по гейлакам, по краскам. Я эти вещи между собой не смешиваю. Это все должно у вас тоже стоять отдельно. Кисти, которые, допустим, вы использовали в акварельной росписи и поработали потом с ними в гейлаковой технике, они уже плохо будут набирать воду. Они плохо будут растушевывать, плохо будут работать. Поэтому все вот эти вот вещи я держу отдельно и работаю с ними так, чтобы они не соприкасались именно с липкостью, с дисперсией гейлака. Не пляшит, девчонки, нет. Сейчас вот этот вот белый цвет не пляшит. И смотрите, он достаточно плотный. Ну, у меня стоял, я сейчас его не пользовала. Даже его очень мало, я практически весь флакон использовала. Достаточно плотный такой цвет. Раньше он был более такой жидковатый. А сейчас два слоя идеально нанесете и все. Так. И еще, что я хотела сказать по основе. Soft Velvet. Вот воистину классный топ, девчонки, серьезно. Потому что на нем у меня идеально работает и акварелька, идеально работает и аквакапли. Он не только как потрясающий топ в носке, для того, чтобы мы делали шикарные, благородные дизайны, но и хорошо подходит как основа, для того, чтобы мы делали любые рисунки. Вот поэтому вот на этой основе вы тоже можете рисовать. На основе топа я рисую цветы, я рисую, ну, все, что имитирует, в принципе, акварель. Вот так вот. Если есть у вас еще вопросики, то давайте задавайте. Хотя я по чуть-чуть буду готовить то, что мне нужно для рисовалок. Смотрите, по поводу того, как красочка разводится. Давайте я покапаю, как по флакону определить лак новой формулы. Будет написано new formula. На флаконах, так, давайте я пристану сейчас, посмотрю, есть у меня сразу же элементы. Видите? New formula. Вот, ну, в принципе, всегда тоже на сайте вы увидите, что есть предупреждение о том, что там либо цвет заменен, либо что-то новое вышло, вот, ну, либо на баночках. Так, Дианочка, можно попросить провести эфир на тему, каким ногтям подходят какие системы для наращивания? Ну, ой, конечно. Про системы для наращивания это моя любимая песня. Это то, что просто мне по душе, потому что наращивание и рисовалки это моя стихия. Я, честно говоря, не любитель гейлака, видно и по мне. Так, сколько сушить вельвет? Вельвет сушим одну минуту. Лампа хорошая, значит, одну минуту вельвет у нас просыхает спокойно. Единственное, что у нас есть топ-повдер, он у нас липкий слой имеет, и мы его сушим 2 минуты. А так обязательно вот такие без липкого слоя за одну минуту просыхают. Так, кисть для акварели и аквакапель можно одну. Да, можно одну, я использую, можно использовать, я использовала, не портились. Именно не портились. Но главное, не смешивайте их с кистями для гейлака. Так. Можно будет обязательно провести. И вот насколько у нас... Мало того, что мастера не всегда могут понять, для чего вообще это создано, для чего нужны эти гели, зачем они вообще существуют в этом мире, если столько у нас есть гейлаков, зачем эти акригели. Каждый материал имеет свое место быть, и его ничем заменять по факту нельзя, потому что базы базами... Вот смотрите, у меня здесь был спиртик, как красиво все начинает растекаться. Так вот, базы базами, а гелевые материалы жесткие, жесткая система, это совершенно другое. Вот, и с ними нужно дружить. У нас будет эфир по этой теме. Следите за анонсами. Не помню точно, когда он будет, но он будет 100%. Я буду раскрывать, для чего, зачем, как, почему вы должны... Не только как бы отдайте предпочтение, присмотритесь к этим материалам. Нет, вы обязаны их иметь, потому что каждый раз к вам приходят люди с разными руками. И для того, чтобы вы принимали правильное решение, приняли решение, вы должны понимать, что у вас еще и материал должен быть соответствующий на рабочем столе. Так, у него сатиновый эффект, у него бесподобно благородный эффект у этого топа. Очень красивый эффект. И он имеет еще такое классное свойство, этот топ, что на черном он не дает никакого оттенка, как некоторые топы. И черный остается благородным, красивым черным, безумно красивый. Значит, будем про наращивание обязательно говорить. Кто присоединяется, всем еще раз привет, добрый вечер. Капаю практически все. Единственное, синий не буду капать, потому что мне он сейчас здесь не нужен. Вот, и буду смешивать, создавая то, что мне интересно. Так, смотрим за временем, который сейчас, чтобы я не только болтала, но успела еще что-то вам и дать. Так, ну как раз еще время есть. Так, я тут с вами. Ну что, давайте сделаем дизайн, такой легенький, красивый, нежный, который, ну, в принципе, на любое время года подойдет. Девчонки, про наращивание, что хочу сказать. Модель я вам не найду, скорее всего, во время карантина. Да, но по теоретической части можете, конечно, из меня выжимать по максимуму. Мне не жалко. В любом случае, какую бы теорию ни давали, вот вам серьезно говорю, можно по теории и ставить собак съесть, не одну собаку. Но если нет на практике применения, то это немножко трудновато. Так, и мне нужна моя емкость. Я готовила емкость, вот она есть, для спиртика. Так, я это налью. Спиртик сейчас есть в каждом доме. Смешно, не смешно, так и есть. Тема, кстати, да, по наращиванию, и не только по наращиванию, вообще именно по моделирующим материалам, это действительно огонь. Потому что без этого никуда. Цветочки, если есть на чем рисовать, это круто. А если все отваливается, сами знаете, куда, то тогда уже не до цветочков. Спил ногтя изнутри. Смотрите, зависит от того, что вы сейчас имеете в виду. Потому что если при моделировании, то ничего я, допустим, не спиливаю уже после наращивания. Но если коррекция, если укрепление, то да, тогда я буду все убирать. Мне там ноготь натуральный не нужен. Так, я не бог моделирования, я просто фанат моделирования. Я обожаю свою работу именно в плане моделирки. Возможно, потому что у меня случилось это все в то время, когда геллаков еще не было и в помине. Вот, поэтому я отдаю большое предпочтение именно моделирке. Плюс я очень хорошо знаю, что собой представляют моделирующие материалы, чем они отличаются от баз. Я не хочу сейчас никого обидеть, но моделирующие материалы намного превосходят в своем роде базовые системы. Так, это у меня сейчас 215 цвет. Резиновая тренировочная рука, это классно. У меня тоже она была, я с ней не подружилась и больше я с ней не работаю. Так, например, вниз клюющая ногтевая пластина. Я не люблю поднимать архитектуру. Опять, это отсебятина. Есть техники, я очень хорошо владею техникой поднятия и опускания свободного края, потому что у нас есть трапециевидные ногти, которые идут на взлет. Вот, тоже я умею эту архитектуру восстанавливать, но в своих курсах я это тоже даю. И это очень крутая техника, когда можно не восстановить, а сделать коррекцию на верх растущих ногтях с архитектурой в стандартную. Но, если я трапецию поставлю на место, то вниз клюющие ногти не очень мне нравится это делать. Для того, чтобы красивый у них был вид, я это убираю и, конечно же, делаю моделирование. Потому что очень много уходит материала, очень уходит много времени и плюс огромное количество пыли при спиливании. Ну, честно, мне это действует на нервы. Поэтому я убираю все лишнее, ставлю шаблон и моделирую красивый ноготь. И подгоню его идеально под все остальные ногти. Ну, такой вот у меня способ работы. Может, меня кто-то будет и браковать за эти тексты, но это мое личное мнение. И мне, честно говоря, без разницы, кто что думает по этому поводу. А, плюс я еще очень люблю экономить материал. А в этом плане это далеко не экономно. Нет, с базы Blur Ink не снимается липкий слой. Сразу на липкий слой и ставим. Так, у меня здесь 215 цвет, покрыт в один слой. И сейчас я хочу сделать... Так, сейчас я хочу сделать... Я хочу сначала найти то, что мне нужно. Мне нужна красочка. Я буду делать аэропуфинг для того, чтобы забелить кончик. Так, это у меня красочка. Art Impress. Я уже просто с ней работала. Я сейчас эту Art Impress отобью на этой палитре. Реально очень много материала уходит на внесклюющее. Я беру как за наращивание. Девчонки, вы умнички, если у вас есть на это все терпение. Вот, честно, вот восхищаюсь. Потому что вот эти вот горы навалить, потом это все выпилить, это для меня, ну, честно, для нервов это стресс. Так. Отбила красочку. Когда делаем аэропуфинг, хорошо-прихорошо отбиваем, чтобы у нас не было цвета лишнего. Уплотнение нигде на нашем пуфике этом. И просто немножечко притушевываю. Как бы создавая baby boomer. О, кстати, у меня же baby boomer на ногтях. Сама себе всегда делаю, девчонки. И вам, если у вас время позволяет, тоже советую самим себе делать. Потому что вы тренируете руку, вы чувствуете. Каждое нанесение материала, вы чувствуете каждое движение пилки. Когда вам кто-то делает, вы этого не почувствуете. И когда вы делаете на клиенте, вы тоже много чего упускаете. Но когда вы делаете на себе, ничего от вас не ускользает. Вы видите все, что вас потом не устраивает, и вам хочется это доработать. И тем самым вы уже переносите этот опыт на ручки клиентки. Поэтому это очень крутая штука, когда вы имеете возможность сами себе делать ноготочки. Я много раз говорю, что никогда в своей жизни не обслуживалась ни у одного мастера маникюра. Никогда. Не знаю, будет ли у меня такая когда-нибудь возможность или нет. Так, как чистить аэропуфинг? Девчонки, честно вам говорю. Я набираю огромное количество этих насадок. Вот есть вот такая вот штука, как вот эта вот. И я просто снимаю. Но если чистить, сюда наливаете nail prep, либо спирт, и ее замачиваете. Она откисает, и потом вы начинаете это все потом выжимать, выжимать, пока не будет уже чистый у вас раствор. И потом ставите сушить. Но сушить, в принципе, нужно долго. Долго сушим, потому что эта губочка должна быть полностью сухая. Так, набираю. Кисточка у меня сейчас 0s тоже выстрижена, для того, чтобы делать красивые тоненькие мазочки. Умничка! Если делаете сами себе, то умничка-приумничка. Так по факту и нужно. Провожу линию тоненькую, убираю остатки. И можно одну, можно две, как вам угодно. У меня две будут линии. Ну и параллельно, рядышком тоже ставлю, провожу, дублируя первую. И сейчас это все ставлю у лампу сполимеризовать. Очень хочется ваши курсы. Курсы будут. Закончится карантин и будут курсы. И будут и онлайн, будет и оффлайн. Конечно, я любитель именно оффлайн-курсов, потому что это, если говорить о моделирке, то это в основном только оффлайн-курсы. Аппаратка это оффлайн. А дизайны можно давать онлайн. Так, я бы кому-то заплатила, чтобы срубила правую руку. А вы сама себе. А на правой руке, кстати, правая рука, это тоже тренировка. Левой рукой, если вы будете делать, конечно, это будет очень долго сначала. Я не говорю, что я тоже молниеносно делаю. Тоже сижу и не один час сижу. И у меня такое бывает даже бзик, что если мне не понравится, я уже все 10 сделаю, я просто беспощадно снимаю все. И буду себе переделывать. Потому что, если мне даже просто арка внутренняя не понравится, я убираю все напрочь. Спасибо большое, Ирина. Спасибо большое. Очень приятно. Так, какую краску для китайки посоветуете? Девчонки, для китайки я не могу сейчас вам сказать. Могу сказать только белый-черный. Art Impress P&B. А так как мы сейчас находимся на канале P&B, то другую торговую марку, соответственно, я называть не могу. Но я надеюсь, что скоро у нас тоже появится крутая краска для китайской росписи. На это я очень-очень надеюсь. Так, девчонки, давайте будем смешивать эти вот цвета, для того, чтобы мы добивались красивого цвета. Да, просто, к сожалению, Art Impress у нас только в двух цветах. Вот это единственный минус, который пока может быть. Смотрите, смешиваю, и у меня получается совершенно уже другой оттенок. Немножко красненького заберу. Немножко черненького. И вот этой вот массой, которая получилась в серединке, я буду делать роспись. Так, что мне еще нужно? То место, где у меня будет роза, я буду перекрывать софт-вельветом. Вот это вот место, где аэропуфинг у меня. Покрою софт-вельветом. Коррекцию ногтей я не делаю никогда. Я всегда переделываю с нуля. Я не люблю делать коррекцию на своих ногтях, потому что ни длина, ни форма не позволит. А если говорить о моделирке на моих ногтях, ну, это когда как. Бывает очень быстро. Если акрилом работают, то бывает очень быстро. А бывает и акрилом не очень быстро, зависит от того, что я буду делать. Вот, это у меня акрилом сделаны ногти, потому что был перед этим сделан дизайн, психанула, убрала, и у меня времени уже не было, поэтому бабахнула акрилом. Буду, кстати, мастер-класс делать. Кстати, IQ-гель тоже быстро делается. Если IQ-гелем делать просто на выкладку одним цветом, то тоже быстро. Ну, в течение сколько? Пять часов. Такая форма на выкладку одним буквально цветом, ну, мне, в принципе, будет достаточно. Но если с дизайном, с выкладным френчем, в пять часов я не управлюсь со своими ногтями никогда. Потому что снимать долго нужно. Плюс правая рука обязательно это время занимается. Так что, так что так. Так. Золотой мотелок хотелось, серебряный, очень крутой. Ну, сделаем. Так, девчонки, вы слышите, краски будут, работает компания над тем, чтобы вы получили самые крутые краски. Поэтому ловим на слове. И мы уже сейчас с вас не слезем. Это однозначно. Потому что мне уже очень не терпится получить хорошую красочку. Так. Ну что? Здесь у меня покрыт топ. Он уже сполимеризовался. Ну, и можно начинать рисовать. Располагаю свою розочку. В принципе, вы можете располагать куда угодно. Немножко черненького захвачу. Молодцы, девчонки. Видите, достаточно нам только дать повод. И все. Так и надо. Потому что мы, когда вот в ожидании прекрасного, это то, что нам нужно. Мы уже будем ждать, лелеять. Когда, 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 да, будем следить. Так, ну и растушевываю. МК с IQ гелем. Девчонки, еще раз говорю, я с удовольствием. Но никто ко мне из вас моделью точно не приедет. А я их здесь тоже не найду. Потому что все сидят дома, все боятся. Соответственно, навряд ли у нас это получится. Я могу вам рассказывать целый эфир про IQ гель, про полифлекс гель, про любые билдеры гели. Что хотите, могу рассказывать. Но демонстрация, это значит, мне тогда нужно снимать свою красоту и делать для вас эфир. Ну, я пока на это не готова. Смотрите, сделала вот такой вот мазочек. И мне нужно немножечко расставить акцентики. Поэтому набираю капельки потемнее и внутреннюю часть выделяю, чтобы у меня вот была красивая такая картина с акцентами. Где-то лепесточек, чтобы был темнее, где-то, чтобы был посветлее. Да-да, можно ближе. Давайте приближу. Так, обнимаем каждый лепесточек следующим лепестком. И начинаю растушевывать. И получаются вот такие вот просто розы, как акварелью. Полностью сделанную акварелью. И опять-таки расставляю акценты внутри. Потемнее внутри, посветлее снаружи. Вот такая получается розочка. Снимать хотя бы. Слушайте, какие вы добрые. А потом я буду сидеть опять мучиться наращивать. В эфир вложить моделирование одного ноготка, если не болтать, можно. Но если мы будем болтать, то я точно уйду с незаконченным. Не волнуйтесь, сделаем. В любом случае сделаем. А если не сделаем, то я вас приглашу к себе на курсы. Потому что на курсах вы точно научитесь делать многоточки. Девчонки, которые у меня были на курсе, ну, такие приличные работы делают. Я в ленту еще даже все и не повыкладывала. Причем у меня моделирка идет без поджатия. Хотя я про поджатие говорю, рассказываю. Про тонкогубцы, про обратные пинцеты и про зажимы. Но по факту я этими вещами не пользуюсь при своей технике моделирования. Сейчас мне нужно сделать грязный зеленый цвет. Я его сделаю, чтобы нанести листики. Даже больше черный получился. Видите, насколько быстро высыхает краска? Нет, очень красиво получился цвет. И сразу же можно делать акцент в серединочке. Как бы вот прожилочку такую, как в листике. Очень быстро высыхает аквакапли. Вот эта вот масса. Настолько быстро, что не надо абсолютно ничего лишнего стаскивать. Вот как в акварельной росписи. И получается достаточно красиво, быстро. И, что самое главное, экономно и бюджетно. Так, у меня плохо получается растушевка. Это может быть из заматового топа. У меня он другой. Возьмите пенбишный топ, у вас проблем не будет. Так, будем молча делать. Не волнуйтесь, девчонки. Все у нас будет. Все получится. Успеем и эфиры сделать. Успеем и общаться. И курсы. Все, что угодно. Не волнуйтесь. Самое главное сейчас, чтобы мы не болели. И чтобы вот закончилась эта вся ерунда. Так, здесь тоже можно поставить под розочкой такие. Просто оттенок зеленого. Ну и еще мне нравятся, когда какие-то травиночки. Вот очень люблю травиночки. Чисто поставить для того, чтобы они делали какой-то вот законченный вид. И с другой стороны тоже самое. Ну и еще, конечно, кисточка очень важна. Потому что если у вас в кисточке очень толстый кончик, то ничего не получится. Кончик должен быть тоненький-тоненький. Вот. Тогда будет все получаться. Ну что, по факту готово. Что мне сейчас нужно? Взять дотс и дотсом расставить точки. Так, у вас теперь куча времени из-за этой бяки. Ну, смотрите. В любом случае, я в свое время провожу за рабочим столом. Так, добрый вечер. Подскажите, чем рисуете? Краски. Краски, господи. Аквакапли PNB. Девчонки, времени сейчас, конечно, валом. Но, еще раз говорю, сижу на рабочем месте. Сижу, для вас делаю мастер-классы, чтобы в ленте вам не было скучно моей. Чтобы вы смотрели, вдохновлялись. Разные типсочки отрисовываю. И видео мастер-классы делаю. Поэтому не сидится, так как вы думаете, что сидится. Плюс еще, сейчас по полной программе эксплуатируют дети маму. Потому что раз мама дома, все, никакие отмазки. Это же нужно быть сейчас еще и мамой. Хотя дети у меня не груднички, но тем не менее. Так, красочка, арт-импресс делаю. И пушер... Господи, дотс, PNB тоже. Дотс и вот эта вот штучка, карандаш для стразиков. Так, можно. Именно там и я покупаю. Можно именно в художественном магазине. Для этих целей, да. И ставлю в лампу. А вот для прорисовок разных, для вензелечка, подойдет PNB-шные кисти. Вот сейчас покажу. Вот это, эти вензеля я делала кистью 0S. Вот эти вот тонюсенькие вензелечки. Они очень миниатюрные, тоненькие. Вот именно вот эта вот кисточка. Это у меня кисточка 1S выстриженная. Ну, вот такой вот у нее... Как бы там показать-то лучше? Вот, смотрите, какой у нее волосочек. Очень-очень тоненький, как раз для этих вензелей. И красочка Art Impress идеально рисует эти вензеля. Очень красиво получается. И еще я люблю 10D. Она... Она... Я ее только что имела в руках. Куда-то я ее уже отложила. Ну, сейчас я и так ее рисовать не... А, вот она. Она тоже у меня выстриженная. Так, что не нашли? А вот 10D. Тоже хорошая кисточка. Очень... Ну, я тоже выстригаю вот в такие волосиночки. И краска хорошо тоже на них держится. И не растушается, растягивается именно вот вензелечке. Очень красиво получается. Так, теперь смотрите, что я буду дальше делать. Сейчас мне нужно сделать все наоборот. Вот у меня покрыта часть, где розочка. У меня покрыта матовым топом. А часть, где горошинки, покрыта глянцем. Можно, в принципе, так и оставить. Но мне хочется это все поменять местами для того, чтобы было, ну, более красиво, что ли. Так, поэтому я беру софт-вельвет. Смотря в каком городе. Потому что в некоторых городах, когда я ездила с курсами выездными, то в некоторых городах реально нереально найти кисточки. Вот было такое, да. Вот, поэтому заказывайте в интернете. Это самый хороший вариант. Так, перекрываю матовым. А розочку перекрою экспресс топом. Есть такое, да. Ну, можете попробовать. У нас есть 6К колоночек. Там немножко, конечно, кончик помощнее, чем тот, что у меня сейчас. Ну, можете попробовать как вариант. Все, теперь ставлю в лампу. И посмотрим на готовый результат. Так, а пока у меня полимеризуется, то покажу еще раз, что мы делали. Что мы делали. Что я делала перед эфиром. Как раз вот это вот отрисовывала. Розы вообще обалденно получаются аквакапельками. И вот на матовом фоне просто отпадно. Вот сейчас ближе покажу. Вот, и они такие интересные получаются, глубокие. Так, софт вельвет дисперсию цветник тянет. Девчонки, Ира, я не знаю, почему тянет. Честно говоря, скорее всего, нужно просто лучше досушить. Потому что еще пока у меня не тянуло. Но если у меня случится, вот буду тестировать. Хорошо, что сказали. Я уже второй раз это слышу. Протестирую и скажу. Вообще для акварели натуральный ворс должен быть или искусственный? Для акварели в основном натуральный ворс. Потому что искусственный плохо держит воду. А в натуральном пучке вода хорошо задерживается. И мы можем делать именно то, что нам нужно в акварельной технике. Девчонки, аквакапли и стемпинг. Легче ничего быть не может. Вот просто, очень-очень легко и просто. Тоже используйте, если у вас есть. Стемпинг сделан арт импресс. Что сегодня я заговариваюсь капитально. Вот эти лепесточки прорисованы вторым тоном. Аквакапель. Так, заказала молочно-розовый файбер. Буду ждать. Очень хочется попробовать. Вам понравится. Но сразу говорю. Это тоже запомните для себя. Если вы хотите материал пожестче, то закажите тогда прозрачный розовый. Потому что тот, который будет с пигментом, будет чуть-чуть эластичнее. А розовый прозрачный, это будет вот такой жесткий, хороший материал. Будет более прочнее. Армирование будет лучше. Вот поэтому, если вам нужно для длинных, чтобы материал не растягивался, не усаживался в зоне стресса, то возьмите прозрачку. Так, это вам просто так, бонусом. Так, что еще хотела показать? Да, вот эти вот штуки хотела. А вот это, кстати, накапала капельки. Просто я переживаю, что я сейчас не успею. Да, уже не успеваю. Вот эти вот капельки накапала. И кисточкой просто размывала. У меня 2 минуты буквально, чтобы я это показала. Даже уже и не 2, уже и меньше. Накапала капли. И просто беру спирт, мочу кисточку, отжимаю о флакончик. И начинаю вот таким вот образом размывать. Вот таким вот. Вот так вот, стягивая все внутрь. Кисточку опять помыла. И опять беру. И стягиваю внутрь. Кисточка не должна быть мокрой. Отжимайте ее. Вот здесь я мало отжимала, для того, чтобы делать прожилки. Каждую прожилочку можно посмотреть, как в натуральном лепесточке. Вот. В этом плане мне действительно очень нравятся именно аквакапли, потому что они вот эти вот оставляют, спирт оставляет высыхая, вот эти вот прожилочки. Получается очень красиво. Поэтому, девчонки, пробуйте. И будет действительно классно. Да, для тонких ногтей файбербаза подойдет. И подойдет, кстати, идеально, потому что благодаря нейлоновым микроволокнам будет идеально держаться. Она армирует как раз. А у нас тонкие ногти, они нуждаются как раз в армировании. Но это единственную базу, которую я бы посоветовала ставить на тонкие ногти. Так. Ну что, девчонки, молодые люди, всех люблю, всех целую. Я вам желаю не болеть. Желаю перенести достойно домашние посиделки. Ну и встретимся. Так. Какой номер гела? Как раз на 112-й будет у вас давать такой вот эффект. Вот. Все зависит от того, как ваш экран передает этот цвет. Потому что на каждом экране будет по-разному. Поэтому берите 112-й. Все. Люблю, целую. Не болейте. Увидимся на следующей неделе, в среду. Следите за анонсами. Эфиры будут интересные. Все. Пока-пока. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok